Итак, всем здрасте, товарищи! С вами снова Константин Калуцкий, и мы продолжаем наш разговор о московском Спартаке и их наставнике Гильермо Абаскале, который остается одним из самых обсуждаемых тренеров России. И за последнее время мы дважды получали инсайды о том, что им интересуются клубы на родине. Испанские команды, причем из высшей лиги. Сперва Кадис, а потом Райо Вальякано. При этом каждый раз эти новости опровергались сперва директорами этих клубов, которые говорили, что нет, Абаскаль мы приглашать не будем, ну а потом назначались другие наставники. Ну и казалось бы, ну бывает такое, появляются разные слухи, что в этом удивительного. Но, учитывая то, что Абаскаль стал максимально токсичной фигурой, которую многие просто ненавидят, по-другому я сказать не могу, эту историю с двумя несостоявшимися якобы назначениями. Опять же, перевернули не в пользу Абаскаля. Дескать, посмотрите, главный тренер Спартака, великой команды, не смог трудоустроиться на родине, причем в слабых командах, в командах-аутсайдерах. Сперва вроде как в Кадисе должен был стать тренером, в итоге назначили Пелегрино, потом должен был стать тренером в Райо, назначили Иньиго Переса, человека вообще без самостоятельного тренерского опыта. Мол, посмотрите, какое позорище. Вот и давайте это обсудим, потому что, на мой взгляд, вот этот заход, который сейчас пошел в сторону Абаскаля, мол, он не нужен даже аутсайдерам испанской лиги, он, на мой взгляд, просто неадекватен по своей сути. И мы его сейчас разберем. Но сперва, хотелось бы напомнить, что мы всегда с пари. Эта компания абсолютно легальна, она нас поддерживает, и она делает просмотр футбола еще интереснее. Тем более, что сейчас у них есть подарок для вас, для зрителей моего канала. Вы можете получить фрибет в 2024 рубля. Как его получить? Нужно пройти по ссылке в закрепленном комментарии на мой телеграм-канал, там вы получите все инструкции, и с их помощью получите тот самый фрибет, который дальше можно потратить по своему усмотрению, на их сайте, на их официальном приложении. Там множество событий по разным видам спорта. В общем, не затеряйтесь. Отличная тема в наши непростые времена. Итак, касательно всей вот этой истории. Здесь первое, что хотелось бы отметить, это то, что Абаскаль изначально, когда приходил в Спартак, был тренером-середняком по европейским меркам. И лично я, хоть меня многие считают каким-то адвокатом и защитником Абаскали, я первоначально сказал, что это крепкий середняк, не более того. Но по меркам нашего, нынешнего, российского, санкционного, так скажем, футбола, это вполне себе серьезный специалист. Потому что российская тренерская школа, ну, фактически так и не сформировалась. Есть такие, знаете, самородки, типа Федотова или Слуцкого, которые сами по себе во многом появились и добились успеха. Поэтому даже тренера-середники из Европы смотрятся сейчас вполне себе пристойно. Мы же не будем говорить, что тот же самый Ивич в Краснодаре, что это тренер масштаба капелла там молодого или Мауринью лучших лет. Нет, это качественный европейский тренер, который приехал и вывел Краснодар на первое место. Вот вам, пожалуйста, ярчайший пример. Поэтому здесь я никогда не считал Абаскали выдающимся тренером европейского масштаба. Поэтому здесь удивляться, что испанцы его не пригласили, ну, по меньшей мере странно. Тем более, что да, сейчас многие говорят, посмотрите, мог Абаскаль стать тренером Райо, по слухам опять же, то есть здесь фактически Абаскалю предъявляют за какие-то слухи и инсайды. Якобы его хотели назначать. Ну так вот, и вместо него назначили Иньиго. Иньиго Перреса, который не имеет полноценного самостоятельного тренерского опыта. И многие говорят, посмотрите, ну что это такое, а? Выбирали между спартаковским тренером и каким-то ноунеймом и взяли ноунейма. Не позор ли это? Ну, на самом деле не позор, потому что здесь ситуация очень простая. Иньиго Перрес – это бывший помощник Андони Ираолы. Специалисты, который вывел Райо на новый уровень, который подтянул команду и сам подтянулся. Ираолы в итоге перебрался в Англию, сейчас тренирует Бордмут. И после его ухода, в конце прошлого сезона, когда он приехал в Англию, Иньиго Перреса он с собой взять не сумел. По разным причинам, по-моему, там англичане настояли на своем тренерском штабе или что-то такое, но не суть важна. Иньиго некоторое время сидел без работы, сейчас его пригласили, как надежду на то, что он вернет тот самый футбол, который был при Ираоле как раз-таки, при предыдущем наставнике. То есть здесь человека назначили с конкретной надеждой, что это будет возрождение старого футбола, который был в прошлом сезоне при предыдущем наставнике. Поэтому здесь у Абаскали не было изначально никаких шансов, потому что Райо сделали вот такую принципиальную ставку на тот самый футбол, который был год назад. Что касается Кадиса, где в итоге назначили Пелегрино, опять же, многие сейчас прикапываются к этому моменту, дескать, посмотрите, Пелегрино, человек, который провалился в Чили. Он взял на себя команду Универсидат де Чили, легендарную местную команду, и привел ее к успеху, к середине турнирной таблицы. Но это как взять условно зенит и скатиться до 10-го места. И многие говорят, посмотрите, вот этот человек попал в Кадис, а туда мог попасть Абаскаль. То есть даже такой наставник лучше, чем Абаскаль. Но здесь есть опять же важный нюанс. Пелегрино был свободен на этот момент, не нужно было платить неустойку, которая стала принципиальным фактором, судя по всему, в переговорах между Кадисом и Спартаком, если верить инсайдам. Во-вторых, Пелегрино, как бы это сказать, это человек, у которого есть определенный статус уже изначально. Это в прошлом легендарный защитник, который выступал в Испании. Это тренер, который руководил Валенсией. Это человек, у которого есть определенный статус первоначальный, который он пока что не растерял. И которого достаточно для того, чтобы возглавить Кадис. Поэтому здесь, ну, скажем так, неудача в Чили ничего не значила для испанцев. И здесь удивляться ничему не стоит. Поэтому тут докапываться до Абаскаля как-то даже немножко смешно. Начнем с этого. Второй важнейший нюанс. Но давайте сравним с другими наставниками, которые были в Спартаке, и мы увидим интересную тенденцию. Если до Спартака иностранные наставники были мало кому известны, то они после Спартака, в общем-то, нигде особо не трудоустраиваются. Даже если добиваются успеха. То есть Каррера выиграл чемпионат первый за долгое время. Где он сейчас работает? Ну, нигде. До этого, где работал, ну, в какой-то момент оказался, по-моему, в четвертой итальянской лиге с футбольной командой Барри. Поэтому здесь, ну, делайте выводы. Что касается Ваноли, добился он успеха? Ну, в каком-то смысле, да. Кубок взял как-никак и так далее. Где он сейчас работает? Венеция из серии Б. Почему? Ну, потому что трофеи в России мало для кого что определяют. Можно что угодно сделать в Спартаке, можно как угодно себя показать, но ты все равно не получишь какого-то супершанса за рубежом. Есть обратные примеры. Тренера, которые еще до Спартака были известными специалистами, а в Спартаке либо провалились, либо ничего толком не показали. То есть это Эмери, который до Спартака был замечательным наставником, и Екин, и другие специалисты. Вот они пришли в Спартак, вроде как провалились, в отличие от Карреры и Ваноли, которые принесли трофеи. Но при этом после Спартака нашли себе приличные команды, нашли себе новые клубы и так далее. Кто-то в сборной оказался, кто-то еще где-то и так далее. Тедеско у нас, кстати, многие критиковали, считали, что Тедеско тоже, ну, если не провалился, то не показал какого-то суперрезультата. Ну и формально трофеев Тедеско не взял, в отличие от Ваноли. Но Тедеско где сейчас работает, а где работает Ваноли? То есть о чем это говорит? О том, что результаты в России, и в частности в Спартаке, вообще никак не влияют на интерес к тренеру за рубежом. Поэтому здесь то, что Абаскаля, возможно, там рассматривали в Испании и не назначили, это вообще не связано с работой Абаскаля в Спартаке. Абаскаль мог бы взять чемпионство. И его бы точно так же не взяли, допустим, в тот же самый Райо Вальякану. Потому что он до Спартака не был каким-то известным, пафосным, топовым наставником. То есть здесь акцентироваться на то, что Абаскаля не назначили в Испании, и говорить на основании этого, что он провалился в России, бессмысленно. Нет никакой корреляции между результатами в Спартаке и, скажем так, шансами на трудоустройство в Европе. Как бы это печально не звучало. Потому что таков уровень нашего нынешнего российского чемпионата. Увы и ах. И здесь, ну, Спартаку персонально нет никакого смысла огорчаться. Потому что тот же самый Ивич, который сейчас лидирует с Краснодаром, но я что-то не слышал, чтобы его пытались пригласить, например, в Англию куда-нибудь, или в Испанию, или в Италию наставником. То есть то, что он привел к лидерству Краснодар в чемпионате России. Ну, в общем-то, не дал ему никаких привилегий для того, чтобы найти себе работу в Европе. Это просто к вопросу о том, что все, что происходит в России, остается в России. В рамках европейского футбола. И из-за этого говорить о том, что, посмотрите, Абаскальднище, его не взяли на работу в Испании, но это не с Абаскалем связано, и уж точно не с его работой в Спартаке.